всем привет вы на канале девочки и куколки с вами марина сегодня я вам хочу показать органайзер для рукодельницы это у меня для спиц для принадлежностей которые нужны тем кто любит вязать он у меня складывается и так раскладывается очень много кармашков они все удобные 10 линейка лежит спицы то большие спицы это поменьше спицы крючок я не умею вязать крючком но один имею крючок здесь у меня лежат спицы другие круговые есть даже вот такие старые спицы на кембрике кто помнит такие спицы ставим лайк это современные спицы можно вот так вот их туда упаковать здесь я сделала такую планочку чтобы спицы не выпадали а вот этот хлястик или как его клапан он держит чтобы вот эти спицы не выпадали когда мы закрываем органайзер и вот в этом месте чтобы вот видите они не падают он у меня получился плотный потому что ткань я проклеивала флизелина можно его сделать на синтепоне как я делал такой органайзер я сделала мастер-класс и кому интересно посмотрите карман на молнии в нем можно хранить иголочки этикетки булавки и какие-то мелочи это у меня нитку обрезать такие ножницы о что в этом кармане это такие у меня шаблончики делать помпоны у меня есть видео как сделать идеальный помпон для шапочки ну собственно все просто смотрите видео у вас все получится всем желаю удачного творчества берем ткань и я приклеила на флизелин потому что это ткань у меня тонкая размер моего органайзера будет 40 на 30 я немного с запасом выкроила пока потом подровняю нам нужно в середину пишите две детали я для того чтобы было потолще и по плотнее ткань складывала вдвое и сюда еще одну детальку выравниваем и пришиваем вот так посередине он складываться будет так и так прострочила один край и теперь еще здесь сделаю строчку вот эти две детальки надо прошить это я делаю для крючков потом уже буду широкие вот такие делать одинаковые это уже будет для спиц и теперь будем делать кармашки для круговых спиц также берем первый большой выравниваем накладываем на него второй чтобы он был вот так и 3 и пришиваем здесь и теперь я хочу сделать еще шов прошив только два кармана только эти два кармана а потом уже будут все полностью соединять здесь может быть еще такое вот отделение еще дополнительно под спицы можно этого не делать две ткани складываем лицом к лицу я немного еще синтепона проложила и сейчас вот так прошью на швейной машинке вывернем и это будет клапан и сюда хочу пришить вот такую полосочку вот наш клапан его надо загладить утюгом и думаю что он будет вот так можно еще прострочить его я хочу работу немного усложнить сделать карман прозрачный для этого я взяла обложку сложила вдвое и краешки буду обрабатывать тканью пришью сначала ткань потом молнию и молнию сюда еще пришли нашла вот такой вот семечку и пишу ее вот здесь и здесь пристрочу сейчас вот этот карман сверху такую полоску еще пришлю чтобы укрепить и внизу пришлю еще один кармашек здесь сначала укреплю потом пришлю сверху вот такой кармашек это будет дополнительный у нас кармашек может быть под ножницы разделить можно его это карман у меня вот обратная сторона сейчас я его пришел здесь подогнул так под пришивать здесь пришлю и пришлю еще вот такой кармашек сверху и будем уже украшать доделывать и тесемки пришивать пришила карман туда легко входит рука нашла другую тесемку такой сиреневый пришьем осталось еще здесь запасной кармашек один пришить и клапан так пристрочить и дальше будем все замерять как вырезать ровно края будем подгонять все будем доделывать уже прострочу сиреневыми нитками по одному шву здесь и здесь а второй шок будем делать потом и потом пришлю клапан я его отпорол и мне показалось что он не ровно пришит хочу сначала полоски пришить а потом уже клапан все карманы я дошила тесемки потом второй шов пришью и хочу соединить это верх у нас и прошью и выверну прошиваю три стороны а сторону где вот здесь вот этот карман не прошиваю вот про этот карман пока выворачивала и слюда это немножко вот стала такая неровная поэтому кому очень хочется с таким карманом заморочиться делайте но может быть не делать этот карман мне осталось прошить здесь и сделать завязки также прошить вот здесь шов видите у нас тут еще не дошито этим мы укрепим здесь появится шовчик и будем вот так его закрывать и здесь будут завязочки шовчик и